Субтитры создавал DimaTorzok Мой способ обучения немножко отличается от тех других учителей, которые у вас уже были. Я не хочу просто снабдить вас знаниями. Я хочу, чтобы вы начали понимать. Но также я хочу, чтобы вы поняли, как вы можете практически использовать эти знания в своей ежедневной жизни. Поэтому будьте готовы, что вас сдвинут с вашего образа мышления. И то, чему я буду учить на этой неделе, я сам не слышал много учений на эту тему. Если мы обратимся к книге Иоанна, 15 главе. Итак, Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». В видении, которое я вам сейчас даю, мы посмотрим на три разные части. В первой части мы с вами сравним дары и плоды Духа. Я думаю, что вы много слышали учений о дарах Духа Святого. Поднимите руку, кто слышал. А кто из вас слышал учения о плодах Духа Святого? Один у нас, продвинутый. Это обычное явление. И есть такая концентрация внимания на дарах. И мы в этом упускаем немножко кое-чего. Вторая часть, которую мы с вами разберем. Бог ожидает нашего подчинения, послушания и чтобы мы приносили плоды. Ожидает плодов от нас. Все понимают, потому что, если вы вдруг не понимаете чего-то, просто сделайте какую-то пометочку, поднимите руку, мы попытаемся ответить на вопросы или в конце урока. Но у нас много материала, которого надо покрыть. И только пять вечеров. Maybe five. Нам надо минимум пять вечеров. Третья часть. Плоды Духа Святого гораздо более сильные, чем дары Духа Святого. Интересный момент. Плоды Духа Святого гораздо сильнее, важнее, чем дары. Мы часто размышляем о том, что дары — это что-то очень такое сильное. Но, как я говорил, уже в пятидесятнических и харизматических кругах очень часто пренебрегают плодами Духа Святого ради таких явных визуальных даров. И это является правдой, реальностью нашей жизни. Я сталкиваюсь с этим везде. И везде, где бы я ни был, все спрашивают, «О, а можешь поучить о дарах?» И очень часто я отвечаю, что «Нет, поговорим о плодах». Потому что я верю, что в этом большая сила. Но! Писание нас всегда пытается привести к балансу. Баланс между двумя. Это как, представьте себе, хороший, вкусный, полезный фрукт, преподнесенный вам в красивой упаковке. Будьте внимательны, осторожны. У меня очень острый нож. Апельсины пострадают, поделятся на части в течение нашего учения. Вместе плоды и дары создают идеальную команду. Отметьте себе очень, ну, заметьте внимательно. Когда мы говорим о плодах, это в единственном числе. Вот я держу апельсин, говорю, это не плоды, а плод. Но когда мы говорим о дарах, тогда это всегда используется множественное число. Потому что они отдельны, и ты можешь иметь один из даров. Но только один плод ты можешь принести в жизнь. Я объясню вам это. Но обе эти части, дары и плоды, создают идеальную команду. И если вы будете держать их в правильной перспективе, то тогда это и зальется в возросшего, укоренившегося верующего. Тогда результат этого будет возросший, укоренившийся верующий. У меня не было времени упаковать красивенько этот апельсин. Я только приехал этим утром в Одессу. Так что неделю мы провели в Хмельницком. У меня проблемы с произношением названия этого города. Но представьте себе, что он упакован в красивую упаковочную бумажечку с красивыми бантиками. Она вот как подарок упакован. И то, что снаружи упаковка, это дар, а то, что внутри, это плод. И дары, то, что мы с вами видим, они очень визуальны. Как упаковка любого подарка. Их можно увидеть очень быстро. И иногда очень громко. Иногда вы разворачивали подарки, которые в такую жутко шуршащую бумагу упакованы. Мы, короче, сегодня будем касаться большого количества библейских текстов. Так что держите во внимание все. И сейчас мы обратимся с вами к первому Коринфинам. И в первом Коринфинам 13 главе первом стихе мы читаем «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий». Я хочу, чтобы вы отметили, на что Павел обратил внимание здесь, что можно говорить людям на языках человеческих и ангельских. Это дар. Но если я не имею любви, которая является частью плода, я просто создаю много шума из ничего. И Божье учение говорит нам, что мы нуждаемся в двух частях, дарах и плодах. Использование публичных даров использование явных таких визуальных даров, это значит быть судимыми по их цели и назначению, по их значению и их цели. В правильном ли они месте находятся эти дары и в правильное ли время используются. И это мы можем найти в 1 Коринфянам, 14 главе. 1 Коринфянам, 14 глава, 29 стих. «И пророки пусть говорят, двое или трое, а прочие пусть рассуждают». А также 1 Коринфянам, 14 глава, 32 стих. «И духи пророческие послушны пророкам». Мы должны с вами понимать, что мы являемся теми, кто контролирует дары. Мы можем говорить на языках или не говорить. Мы можем пророчествовать или не пророчествовать. Мы можем молиться за исцеление или не молиться. И когда мы с вами вместе, как тело, или когда дары используются в таком контексте, надо иметь всегда понимание, что они будут испытуемы и исследуемы, эти дары. Но никогда Писание не говорит нам исследовать человеческие характеристики и человека, его сущность по дарам. В любом случае, Ешуа сказал нам, что мы должны исследовать людей по плодам, не по дарам, которые они имеют. Бог говорит нам, чтобы мы были инспекторами плодов. И это мы можем найти в Матфея 7 главе, 16 стихе. По плодам их узнаете их. И нигде Писание не говорит, что мы узнаем их по дарам ихним. И если бы мы судили только по дарам, это точно так же, как судить фермера по тем инструментам, которые у него есть. Но фермер не должен быть судим по инструментам, которыми он обладает, но по плодам, которые он вырастил. И говорится о том, что не по дарам будете узнавать их. Нет. А по плодам. И Матфея 17 глава с 16 по 18 по 19 даже стих. Итак, Матфея 7 глава со второй половины 16 стиха по 20 стих. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Вы не смотрите, когда собираете урожай на виноград, вы ожидаете получить вино с него. А когда вы хотите апельсинов, вы бежите к апельсиновому дереву, когда хотите лимонов, к лимонному. Это первое. Дальше он говорит, что каждое доброе дерево производит добрый плод, но всякое худое производит плохой плод. И в течение этой недели вы должны расследовать свою жизнь и сказать, какой плод вы приносите. Насколько здорово ваше личное дерево. Хорошо? Дальше мы затронем больше деталей. Например, кто-то имеет яблочную или персиковую плантацию. Правильное слово. И говорят, приди и посмотри на все деревья, которые у меня есть. И когда вы приходите, он заводит вас к сараю с инструментами. И он говорит, смотри, какие у меня лопатки, тут всякие дела есть. У меня ножницы для обрезания деревьев, крутые вилы, лопаты, все крутое. И потом посмотри на тележку. Вы, скорее всего, зададите ему вопрос. Слушай, я вообще-то пришел на деревья с плодами посмотреть. А он показывает мне свои инструменты. Почему он не показывает мне персики? Да, на самом деле инструменты играют большую роль. Но это однобокий взгляд на дары и плоды. Дары — это инструменты, которые Бог дал телу для того, чтобы были мы способны выполнить работу и чтобы мы могли произвести плод. В этом большая разница. Уловили? Дары. Дары были даны нам, и на них не было подписи святость. Дары были просто даны. Они не даны, потому что у вас дары, или определенные дары, или некоторые дары, что у вас более святость или более дары. И если у вас есть один дар или совокупность даже нескольких даров, это совсем не означает, что вы лучше кого-то другого или что вы более святы. В любом случае, почему-то по всему пятидесятническому миру пришло вот это понимание и верование, что дар — это знак святости или что вы более чисты или что вы более богоугодны пред Господом. И, к сожалению, есть много неточных учений. Есть такое вот учение, понимание, что тот, кому был дан дар свыше и кто используется в даре этом, никогда не совершит ошибку. Но нам надо очень четко понимать, и я на этом буду делать акценты, что есть огромная проблема с этой идеей. и если у вас есть пророческая мотивация или дар пророчества, это совсем не делает вас более святыми, чем другие люди. это абсолютно насынитница. Это просто мусор, поэтому выбросьте это. И да, мы должны с вами осознавать, что дары очень важны. Но я надеюсь, что мне удастся вам показать о том, что плод гораздо более важен и более силен. Мы обязаны знать очень четко, что дар — это не знак святости. И дары Божьей, Духа Святого, даны несовершенным людям как инструменты работать на Божьем поле, чтобы производить плод. Вы несовершенные. Я несовершенный. Но Бог дал нам дары. Он дал мне дары, Он дал вам дары. Но Он более заинтересован не в том, чтобы вы их использовали, а в том, чтобы вы в итоге произвели плод. дары даны несовершенным людям в теле Мессии. Для того, чтобы тело Мессии производило не только листья, но плоды. Вот что наш учитель Иешуа хотел, чтобы мы имели в виду и понимали. И помните, Он подошел Иешуа к смоковнице и не нашел ни одной. И Он проклял ее. Потому что дерево имело только листья. Будьте осторожны и внимательны со своей жизнью, чтобы вы не производили только листья. было бы очень хорошо, чтобы мы понимали, что когда Писание во всех случаях говорит о человеческом отношении и поведении, это не вопрос даров. Это всегда относится к вопросу плода. И нам надо много чего делать со своим характером, то, как мы реагируем и ведем себя, нашим отношениям. И в церквях, к сожалению, мы очень часто говорим просто о дарах. и, к сожалению, очень мало о плодах. Потому что плоды доказывают, показывают, что мы поменялись. Дары просто являются дарами. Но плод показывает ваше возрастание. Видите разницу? Дар просто дан вам. Вы ничего не должны были много работать, чтобы его получить. Вам не надо быть даже суперсвятым, чтобы получить дар. Потому что Бог излил нам дары, как на несовершенных людей. Но, чтобы получить плод, надо возрасти. Любовь, радость, мир. и весь список, перечисленный в Галатам, пятой главе. Это все доказательства того, что мы должны возрастать. И я надеюсь, что в течение этой недели мне удастся вам показать, как возрасти. И собирание плодов, фруктов, это всегда тяжелый труд. Если вы хотите получить лучший плод, больший плод, вам надо тяжелее работать. Собрать плоды. Бог хочет, чтобы мы полагались на Него в нашем надежде собрать плоды, чтобы мы были посвящены Ему. И что вы в итоге принесете большее количество плода. Запишите Иоанна 15 глава, прочитайте это дома. Всю 15 главу Иоанна прочитайте дома. Что Ешуа нам сказал «Идите и научите, будьте мне свидетелями». Он не сказал «Идите и быть моим свидетелем». свидетелями. Хорошо, обратно. Я подумал так. Что Ешуа сказал «Идите и будьте свидетелями». Мы считаем, что написано, что Ешуа сказал «Иди и создавай свидетелей мне». Но он так не имел в виду. Он сказал «Идите и будьте мне свидетелями». Что это означает? Это означает то, как мы взаимодействуем с неверующим миром, о том, как мы ведем себя, о том, каково является наше поведение. В другом месте Писания Ешуа говорит «Ты сделал много, ты добрый и верный раб». Но это не точно, потому что на самом деле он сказал «Молодец, ты сделал все хорошо, ты сделал все правильно. Войди в радость господина, добрый и верный раб». Статистик «Статистика» «Лайт кифт» «Большая статистика», «Разная статистика» о дарах, что в них самих дарах нет никакого доказательства о духовной силе. Если мы посмотрим с вами на Божью систему ценностей, «Быть» то есть соответствовать какому-то стандарту гораздо выше в положении, чем просто что-то делать. Если вы не поняли, задайте вопрос. Почему? Потому что Ешуа знает четко, что вы можете делать что-то без того, чтобы быть и соответствовать этому стандарту. Понимаете? поняли? Ты можешь делать много. Ты можешь создавать впечатление, что ты верующий. Очень легко это сделать, и я сталкивался с этим очень часто. но не являться верующим на самом деле в своей жизни, в поведении, в жизни, когда никто не видит. Теперь понятно? Вы можете производить какой-то активный вид деятельности. Вы можете разную статистику строить, на самом деле не достигая хорошей и правильной квалификации. Но ты не можешь на самом деле кем-то являться, если ты для этого ничего не будешь делать. это вопрос мотивации, которая исходит изнутри, а не снаружи, давит. Ты не просто следуешь какому-то набору правил, это становится частью твоей личности, это часть того, кто ты есть. Гораздо легче создать построить и делать эту воскресную школу, чем производить, принести плод. Просто собрать кучу детей вместе и просто начать читать им Библию, это не является таким сложным делом. Но быть для них примером, производить, чтобы они видели, какой должен быть плод Духа, это тяжелее. Плод показатель плода, что приходят люди к Ишуа, спасаются. Очень легко что-то делать, но гораздо важнее иметь настоящую любовь, милость и все остальное, что перечислено в плодах Галатам, 5-й Когда я впервые стал верующим, когда я стал верующим, все, что я увидел в Писании, что верующие приводят людей к Ишуа, спасают. Вот это плод. Что только спасение является плодом, который мы должны приносить. Я не думаю, что это не совсем неправильное определение, мы можем найти это в Писании. Но мы должны с вами не забывать, что плод это не дар. Плод он произрастает и возрастает, он растет, у него процесс есть. И гораздо важнее в Писании увидеть плод Духа как персональные личные характеристики, которые работают из-за того, что у нас такова натура теперь, наше естество. Потому что наше отношение к чему-то исходит из нашего послушания. И вы не можете говорить о плодах, не говоря о послушании. И я затрону Иоанна 15 главу, которую вы будете читать дома. Иоанна 15 глава, 4-5 стих. Иоанна 15 глава, 4-5 стих. «Прибудьте во мне и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». и прочтем 10-й стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Сейчас маленький перерыв. Редактор субтитров Корректор А.Егорова